Нужно рассказывать о варианте джонс, глядя на вот это соотношение. Помните, у нас было такое раз. Это для суммы колонок. Не для варианта джонс, это для суммы колонок. Замечательно. Ну, мы с вами уже большие. Мы знаем, что есть там еще вот этот множество, который минус а в кубе. В степени N плюс P. И это еще умножалось на сумму колонок. Так, так было? Да. Так было. Отлично. А теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Вообще-то у нас здесь довольно замечательно. Давайте я это соотношение перепишу уже с учетом вот этих вот направлений. Так, вот такая стрелка и такая стрелка. Представьте себе... Стрелки я рисую для того, чтобы было понятно положить на 30. А умножить на K. От чего? От вот такой штуки. Так, проверяйте. Вот так. Плюс А в минус первой степени умножить на K. От вот такой штуки. Нужно ли мы с вами написать аналогичную форму только не для такого пересечения, а вот для такого? Что поменяется? А может быть, что один поменяется? Нет, поменяются А и А в числе между. У нас поменяется смысл в зонах А и В. Все остальное останется. А здесь будет А в минус первой. Потому что А и В поменяется здесь. А все остальное останется. Осталось чуть-чуть. Осталось заметить, что нас-то интересует. Не сумма хаофа. А нас интересует вот такая речма. Давайте ее обозначим и выберем. Осталось понять, почему. Да, это все правда. Если здесь написать K, здесь написать K, здесь ничего не писать, здесь не писать K, то это будет правда. Смотрите, вы домножаете на минус А куб в степени n-p. Но n-p это разность без того пересечения. Без кружочка. Да. То есть на единицу меньше. Да. Ну и вот возвращаем. Почему мне было важно вывести вот эту нижнюю радость? Потому что это то, что называется распутывающее соотношение. Смотрите, что здесь написано. Последний у нас коэффициент. От ситуации, когда одна веревка идет на другую. Минус. То же самое, только веревка идет по другому. Это выражается через ту же самую ситуацию, куда они вообще не идут. Это возможность перепрыгивать. А если в нужных местах веревка поменять местами, то узел может легко превратиться в реальный. В общем, когда вам дали диаграмму жуфла, то вы всегда можете сделать такую вещь. Когда вы идете по этой диаграмме, представьте себе, что у вас там есть какое-то правило. Тебе вы ждете. А если вы все время будете чуть-чуть выше, чем раньше шли. Тогда вы так будете идти, поднимаясь, поднимаясь, поднимаясь. И понятно, что у вас никакого заложения тогда не будет. При нужном порядке в пересечениях, вы можете получить реверную. Соответственно, вот это вот распутывающее соотношение при реальном применении работает гораздо быстрее, чем выписывает. То есть, если вас действительно интересует вычисление, то совершенно необязательно выписывать явно пить всю сумму у кого-то. А вы можете, и очень на самом деле удобно и быстро пользоваться именно этим соотношением. Так, теперь давайте я все-таки сформулирую некоторое важное утверждение о свойствах. Если вы берете нашеображение от двух узлов, которые вообще никак между собой не связаны, в одном месте нарисован один, в другом месте нарисован другой, то легко понять, что это на самом деле будет вот что такое. Надо взять его от одного посчитать, умножить на его же посчитанный от второго и, вот дальше это очень важная вещь, еще умножить на с. Давайте я объясню почему-то. В явном виде, помните, что он же вычисляется, когда вы выписываете там некую сумму, в каждой точке пересечения надо поставить либо а или б, согласны? Замечательно, когда ставить а или б, если ставить а или б, то с показателями степеней у а и б будет все совершенно замечательно. Но вспомните, с этом входило в какой степени? Количество компонент минус один, правильно? Ну отлично, в одном месте количество компонент минус один, в другом месте количество компонент минус один. Так когда вы будете вызывать количество компонент минус один плюс количество компонент минус один. Вот для того, чтобы две минус единицы превратились только в одну, на самом деле еще нужно умножить на с. Это не хитрое дело, если вы возьмете так называемую сумму слов. Давайте я объясню, что это такое. Когда у вас есть какой-то альный узел, хитрый и хитрый, и когда у вас есть другой узел, тоже хитрый и хитрый. Вы можете так, в любом месте здесь чуть-чуть сделать такие надрезы и поставить вот так. Это называется сумма узлов. Если вы немножко подумаете, поскольку один узел можно двигать внутри другого, то это не зависит от того, в каком месте вы суммируете. Так вот, оказывается, что когда вы берете такую сумму, то просто-напросто никакого C писать не надо, а просто будет произведение. Почему это важное свойство варианта Джонса? Потому что оно, к сожалению, убивает надежду на то, что этот самый инвариант Джонса может реально оснащить все узлы. Объясняю, когда вы берете одно зацепление, берете другое зацепление и вот так их складываете, то инвариант должен равняться произведению. Отлично. Но, если у вас зацепление состояло из двух компонентов, то вы можете прикладывать к одной компоненте, а можете к другой. Понятно, что ответы не обязательно получаются одинаковые. Массу примеров можно нарисовать сразу, когда ответы будут разные, а выражение Джонса будет одно и то же.